Итак, Бокертов, мы с вами находимся на девятой заключительной главе, на последних четырех Мишнойод. Давайте постараемся сегодня их пройти. И речь у нас идет про законы Шиатне, одежды, в которой есть смесь шерсти и льна. Это заповедь актуальна сегодня, так же, как когда-либо очень актуальна. Почему? Потому что по сей день шерсть, из шерсти считаются самые дорогие, пиджаки, все делается из шерсти. И поэтому малейшее добавление льна, часто льон используют для фиксации, они очень часто находятся в воротниках, под рукавами, всякие манжеты, все это. И поэтому необходимо проверять, иначе это запрет, это запрет из сторожа от НЭС. Говорит, говорит, Мишна. Итак, Мишна Зайн. Бардесин. Значит, Бардесин. Бардесин – это местность такая. Была такая ткань, которая была из бардаса. Это покрытие, такие шерсти, это все из шерсти. Такие тонкие шерстяные покрывалы. А Бардесин – это из толстой шерсти покрывало. Это далматиновые, я так понимаю, что это по цвету, то есть они были такие, как у далматина, собака такая, да, то есть такая пятнистая ткань, тоже она делается из шерсти. И также такие, как тапочки, тоже такие обувь, которые тоже делаются из шерсти. Войлочный башмак, окей, тоже из шерсти. Так говорит, Мишна, Лойлбаш Баген. Лойлбаш Аджи Евдок. Нельзя ничего из этого одевать, пока не проверишь. И на самом деле по сей день то же самое. Когда проблема шиатнеза есть? Когда ты открываешь бирку костюма, и написано шерсть, стопроцентная шерсть. Опа, тогда будь аккуратен, потому что там где-нибудь будет лен и проблема. Ну, если написано полиэстер, если написано там кожа, там понятно, что там ничего не надо проверять. То есть проблема там, где есть шерсть, а потом лен могут написать, могут не написать. Или лен и потом шерсть. Поэтому говорит, что эти все виды, так как они из шерсти, необходимо проверять. Аджи Евдок нельзя одевать, пока не проверишь. Рабь Йоси говорит, А Рабь Йоси говорит, что все, что из-за моря привозят к нам, говорит, это проверять не нужно. Почему? Потому что у них лен вообще не растет. И поэтому они используют вот это вот, похоже на канабис, какую-то, да, канаплю. Хазака, что-то фрим, хэм, беканвоз, вылоб и пештан. Уже есть хазака, что они используют канвоз, а не пештан. Ля фиша пештан, льну, мацубин, штам, он не растет. Шакамос, эйнло, дин, пештан, вэйнок, килайм и мацэмер. А канвоз не является льном, и у него поэтому нет никакой проблемы смешивать его с шерстью. Прамбезманэйну, шаа пештан, мацубин, хормаком. Но, заметка, в наше время, когда лен прибывал везде, везде производят лен. Поэтому мы уже не можем так сказать, о, там, да, откуда бы ты ни получил, турецкий костюм, американский костюм, английский костюм. Надо все проверять, потому что лен есть везде. Шэмагу, тафурбе, хо тэбиштан. Шлепанцы. Рамбам говорит, что это шлепанцы. В них нет проблем килайм, потому что мы не опасаемся, что там может быть смесь запретная, так как они шумин, миналь, ло, экиф. Это то, что такое на пятке как бы одевается, открытая пятка. Умин, лохим, бо, аля, ицу, аля, ахсаот, вэльшу, килайм, мутар, ловшо. И поэтому там как бы нету свя, там нету злов, там нету прошивки. Там шлепанец. Поэтому проблемы килайм здесь тоже нет. Да, и к тому же он еще написано, да, есть еще объяснение, что он твердый. И поэтому он не обволакивает тебя. А мы говорили, да, что именно одевать нельзя шиатнез. А, например, наступать на него или даже лежать на нем, если он твердый, проблем нет. Восьмая мишна говорит. Ты должен знать, что проблема шиатнеза начинается только, если была ткань и была... Стежок, да, то есть должно быть именно свитое вместе. То есть, да, они из одной нити. А из этих нитей уже сплетена вместе как бы коса. Потому что написано, не одевай шиатнеза. Мудрецы учат, что шиатнез – это три слова шуа-то-ви-нуз. Да, умикан ше-эни-сур-эле. То есть... Расчесано, спряжено и скручено. Да, шуа-то-ви-нез. Это шиатнез. Ше-на-сур-эле-даваршиу шуа-хелек-весарук. Тавуй-вэ-нуз. Да, на самом деле, надо знать, что существует махлокет. Тройной махлокет между Тософот, Рабейну Тамом, между Раши и между Рамбом. Вообще, как понимать, что конкретно запретила Тора. И, по мнению Тософота, Тора запретила именно, если у тебя отдельно была нить из шерсти, отдельно была нить из льна, и ты эти две нити начинаешь скручивать. Вот что запретила Тора. Теперь Раши говорит, нет, именно когда ты саму нить делаешь уже вместе из шерсти и льна. То есть Раши облегчает. А Рамбом говорит, неважно, и то, и то запрещено. Тора запретила и то, и то. Мы сейчас увидим, что на самом деле все запрещено Мидерабанан. Но если копаться, что конкретно запретила Тора, то здесь у нас махлокет. Да, тройной махлокет. Раши, Рамбом, Вену Там. Раби Шимон Бен Лазару Мэн Налуз. Теперь говорит Раби Шимон Бен Лазар. Что такое Налуз? Гайну Налуз. Каламар. Человек, который сам смешанный. Да. Умелизу Этавив Шабашамай Малав. Сам говорит Налуз. Гайну Налуз Каламар Шекилай Мудавар Мэукам. Сам криво и скрепляет свои пути перед отцом. Да, вот. Сам говорит криво, и еще, говорит, пути перед своим Отцом Небесным искривает. А Лувеш Килай Мэакке Малав Эт Дарке Авив. Потому что, одевая килайм, одевая смешанные ткани, ты искривляешь пути Отца на Небесах. Шедакодаш Боргом Мэрахэм Малав. И, да, и все вышли не смилуются над ним. Девятая мечта. Левадим. Что такое левадим? Левадим – это когда ты не скручиваешь нити, а ты их утюгом придавливаешь. Учесываешь. Левадим – асурим. Да, придавленные. То есть, галмей цемершинах тувеных бешуеных беру. То есть, они тоже вроде бы вместе, но они не сплетены. Асурим все равно запрещены. Бешум килае бегадим. Они запрещены из-за килаем в одежде. Бекнейшем шуим. Потому что все-таки они вычесаны. И опять-таки здесь зависит от махлокета. То есть, по мнению рабома, это будет деурайта. А по мнению раши и раба инутама, это будет деурайта. Пив – это кайма. Да, кайма. То есть, если у тебя кайма поверх шерсти льняная, шельцемер без шель пишта. Наоборот, шерстяная кайма на льняной одежде. Асур – это будет запрещено. Почему? Как бы они не вместе. Потому что все равно, знаешь, хозрин деариг. Потому что все равно петля его удерживает. То есть, кайма, он как бы такой декоративный. Шехоте апив мессавивим. Это ариг. Потому что все равно нити этой каймы, они окружают, они входят как бы в петлю. Понимаешь, мы маршруем, знаешь, не римки, а ругим яхот. Аэс, которые говорят, что нет, просто это выглядит так. И хоть они даже как бы идут отдельно вроде, но все равно это выглядит так, что они смешаны, поэтому запрещено. Раби Йоси же говорит. Мещихот шелергаман. Багряный шнурс. Да, это такие ремни из багряницы. А багряница – это шерсть. А суроту запрещено. Почему? Потому что, знаете, вот представьте себе халат. На халате ремень он тоже пришит. В двух местах, чтобы он не отваливался. А, получается, что хоть как бы халат линяной, но вот этот вот багряный ремень, шнур, он будет все равно прошит в нескольких местах, и это запрещено. Беднэшу мулэль. Да, потому что он пришит. А шелокошер. Гдэй шелок еднаку, чтобы он, да, не оторвался, не потерялся, потому что кошрубаен, его, да, немного скрепляли. Вдоханечбазэмешум килаем. Поэтому это килаем. Луэк шор серет шельцемер бешерпиштан. Нельзя вшивать серет шельцемер бешерпиштан. Ла горбоэ. Шельцемерное клинное, чтобы повязать на талию. Даже если ремень между ними. О, да. То есть смотрите, что запрещает Мишла. Даже если у тебя, то есть шерсть и лен, но между ними кожаный ремень. То есть казалось бы, но он их разделяет. Все равно нельзя, потому что ты им будешь подвязываться, и он как бы будет цельный ремень, который тебя держит. И там как-никак, пусть даже с разделением в кожаный ремень, будет и шерсть, и лен. То есть запрещено такой вид ремня делать и перевязывать его шерстяной нитью. Даже несмотря на то, что кожа, кожа будет посредине. Разделять их. И заключительная работа, 10-ая Мишла. Мы знаем, получаем по сей день одежду из химчистки, и надо с нее постоянно срывать бирки. Так, все времена было то же самое. Если ты давал одежду на ремонт портному, или давал в стирку, ты получал ее, они помечали одежду, такой одним стежком прикрепляли туда метку. А так вот, говорит Мишла, что если эта метка была, например, из льна, а твоя одежда из шерсти, а с рот Мишун килаем, это килаем, ты не сможешь это одеть, пока не сорвешь бирку. Но вообще знай, что вообще один стежок, что такое один стежок, если есть два вида ткани, и ты проделал туда иголку, один раз нитку до конца, это не называется, что они сшиты вместе, еще нету здесь килаем, они разъявляются отдельными одеждами. То есть один стежок... Один прокол не соединяет. Нет здесь запрета смешно. Да. Я думаю, что это не стежок, это именно прокол. Прокол. Стежок в один прокол. Стежок в один прокол. Нет. Я как понимаю, стежок, это когда ты засунул и вытащил, да? Стежок в один прокол не соединяет. А просто проколоть и с другой стороны вытащить, это не называется, что ты скрипил. Это когда касается вопросов Тумы и Тары, также касается вопросов Килаем, что это не является, что это две вместе. То есть они по-прежнему остаются отдельными. Теперь человек, который разорвал этот шов, выдернул эту иголку в шаббат, он не виновен. Мы знаем, на самом деле, законы Тфирабы шаббат, нельзя шить в шаббат, начинается с двух стежков. Да, знаменитый закон. Поэтому, если ты разорвал что-то, шитое одним стежком, да, то это не является, ты не будешь хаяв за шитье. Да. То есть по закону Корея, ты будешь, Корея, это называется, да, сшивать или разрывать. Ты не будешь виноват. Вот, да, мишна, ваосе, вот, а бешбат патур. Шадахазу, нишмат, кварми, машшанин, ну, эле, нахибур. Нишмат, мишун, тофер. А сашны, но если ты две, две, два стежка вывел в одну сторону, то есть ты сделал два стежка, то есть ты один раз продел, и второй раз вернул иголочку, тогда, это уже называется, видишь, да, это называется, ты стянул две вещи, видишь, бамишум келаем, это уже келаем, да, шамтаб, и шамат хаяв, если ты разорвешь, то в шамат не будешь хаяв, за закон Корея, но не путайте, если у вас носки новые, которые вы хотите разорвать, и они одним стежком, даже сделанный в шамат, этого делать нельзя, по другой причине, другая работа называется, макебе патиш, последнее действие, которое делает их, да, то есть законы шамата, но мы сейчас говорим про законы Корея, поэтому, если два стежка, то есть они в два, зашла иголка и вышла в ту же сторону, это уже называется соединение, нарушение шамата, Раби Иуда же говорит, это не будет называться раздевание, пока ты устроишь, пока ты три раза не проденешь, три прокола, то есть мы устражаем больше, два прокола достаточно, а сак, мешок, а купа, корзина, мид старфин лекилаем, им атихат рикшельц, корзина соединяется с законы запрещенных стран, да, что это значит, им атихат рикшельц, если кусок плетеной шерсти приделан к мешку и часть ткани льна приделана к корзине, как одна большая гигантская корзина, и ты приделал этот мешок к корзине в два стежка, а фальпишемшнэйкелим, несмотря на то, что это два совершенно разных как бы сосуда, один мешок, другой корзина, миколь маком, ешбэгэм, мешум келаем, все равно это называется келаем, потому что даже если ты плетеную корзину, ниткой, как бы пришил к ней мешок, и ты не сможешь положить такую корзину с пришитым мешком, одеть его на плечо, мы говорили, потому что все, нельзя, накидывая на плечо, это уже запрет келаем, убэсфэя гирсахи ассак, вэакупа, мистарфинад келаем, вэниреф шалэфик гирсазу, а перужук мошэкатува рамбам, натанцэмеру пештым бэссак, обэкупа вэ карман, арэээйлу келаем, да, и тут говорится, что, скорее всего, как это объясняет рамбам, если человек шерсть или он соединил с мешком и корзиной, да, гирейлу келаем, это даже два разных вида сосудов создают келаем, и это будет запрещено. Итак, друзья, солить ма сэхэд келаем, мазл то, мы с вами завершили трактат келаем и бейзрат ашем, мы переходим к следующему трактату, в следующий раз, но я хотел с вами поделиться одним секретом мы говорили с вами, я просто тогда у нас не было времени сказать, почему же, вот мы читаем, какие строгие законы, чтобы, не дай Бог, не нарушить шиатнез, но в храме, в Бейтамикдаше, давка, наоборот, коины ходили в шиатнезе, ну как это так, если это что-то плохое, и Всевышний нам это запрещает, почему в храме коин, самые святые люди носили ремни, а в нет и шиатнеза, а коин-годоль вообще носил еще тунику и шиатнеза, чистый шерстелен, и почему так, да, во-первых, еще одно исключение мы знаем касается всех евреев, это цицит, в циците другая причина, потому что, когда встречаются две заповеди, повелительные заповеди, запрещающие, повелительные сильнее, но что касается коинов, это очень интересно, мне как-то сказала об этом Хава Куперман, Рэббетсон, дочь Каравицка Казильбера, буквально мы с ней говорили, и она говорит, знаешь, почему коином разрешалось читать, носить шиатнез, Бейтамикдаши, дело в том, что причина, почему шиатнез запрещен, это из-за того, что Каин убил Авеля, Каин принес жертву Всевышнему ляное семечко, а Гевель принес овечку, шерстяную, именно овечья шерсть запрещена, и из-за этого, из-за того, что Ашем, в итоге, конечно, жертва Гевеля была принята, Каина нет, образовалась кина, первая война, брат убивает брата, первое убийство, кровь, то есть мы видим, что это сочетание шерсти лен вызывает братскую ненависть, ревность и смерть, но годы спустя было еще два брата, одного звали Моше, а другого звали Аарон, от Моше пойдут левиты, от Аарона пойдут коины, и одна из причин, почему Моше так долго отказывался, он отказывался от должности, говорит, Ашем, как я могу, говорит, как я могу взять на себя и быть предводителем, пойти в Египет, говорить с фараоном, говорит Моше, у меня есть брат, у меня есть мой старший брат, садик, праведник, пусть он идет, пусть он все делает, а Ашем говорит ему, нет, говорит, пойдешь ты, но он понимает, что переживает, Моше, что подумает Аарон, и тогда говорит ему, говорит ему, Ашем, такую речь, я, говорит, Ашем же видит внутри сердца человека, я, говорит, знаю, что внутри сердца Аарона нет ни грамма к тебе зависти или ревности, и наоборот, твой брат порадуется за тебя, и то, что сделала Аарон, то есть Аарон понимал, что он страдал, он был с братьями, а Моше жил во дворце, вообще как бы с фараоном, но когда они встретились, у Аарона в сердце не было ни грамма, боли, зависти или какой-то ревности, и он исправил грех Каина, да, Аарон Авину исправил грех Каина и Авеля, и поэтому его потомкам, потомкам Аарона во время службы в Бейтам и Гдаше, у них не было этого запрета, потому что они его в корне, да, они его в корне исправили, у них вот это вот братское, постоянно вот состязание, этого универа. Каины могут одевать шиатныска, получается. Одевают шиатныска во время службы в храме, они именно одевают. Да, в Бейтам и Гдаше. Окей, вот такую вот вещь она мне сказала, Ребецин, а мы с вами работая прощаемся, Бейзрата Шем продолжим, уже следующий трактат, сделаем следующее вступление в трактат, а потом начнем Мишнает Бейзрата Шем, я с вами прощаюсь, всем Мишарко, шаббат шалом. Шаббат шалом, спасибо большое. Шаббат шалом, хорошего дня.